Здравствуйте, дорогие радиоуслушатели и все, кто нас смотрит на нашем YouTube-канале. В эфире программа «Политинформания» радиостанции «Народная волна» Чикаго. Самая популярная радиостанция на Среднем Западе США. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Сегодня мы беседуем с советским российским режиссером теле- и радиоведущим, членом правления гильдии киноведов и кинокритиков России Давидом Шнейдером. Давид, добрый вечер. Добрый вечер. Давид, мы вам очень благодарны за то, что вы согласились с нами побеседовать в столь позднее для вас время. Давид, вот пару дней назад, значит, Белоруссия совершила, будем так говорить, акт международного терроризма, как многие говорят в мире. На воздушном терроризме. Да, как бы угон самолета, да. Как на это отреагировали политики, мы знаем. А как отреагировало на это российское общество? И, может быть, даже интеллигентство. Общество российское отреагировало очень по-разному. Вы знаете, одна из вещей, за которой я не люблю наше время и сильно не люблю нашу власть. Я очень хорошо помню времена Советского Союза, когда мы сидели на кухнях и рассказывали антисоветский анекдот. При этом люди, которые нас слушали, далеко не всегда были противниками советской власти. Но к разным мнениям относились спокойно. Если ты был преданным коммунистом, ну ты был преданным коммунистом. Если ты был ярым антисоветчиком, значит ты был ярым антисоветчиком. Не было ненависти. Сейчас ненависть. Если ты не считаешь, что Крым наш, ты враг. Если ты осуждаешь Лукашенко, убирайся вон из страны. Это не точка зрения власти. Это точка зрения обывателей. Власть разложила общество на ненавидящие друг друга слои. Этого я власти никогда не прощу. Давид, то есть вы считаете, что власть идет за обществом, а не общество слушает власть? Конечно, общество слушает власть. Конечно, конечно. Вот вы сейчас сказали, что... Власть воспитывает ненависть. Власть воспитывает нетерпимость. Власть воспитывает неприятие иной точки зрения. А народ не послушный стадо идет за этой властью. Смотрите, Давид, несколько дней назад исполнилось 100 лет Андрею Дмитриевичу Сахарову, академику, лауреату Нобелевской премии. Это было замечено даже на государственном уровне. И исполнилось, по-моему, два месяца назад 75 лет Галине Старовойтовой, одной из самых интересных фигур перестроечного, постперестроечного ельциновского времени. Как вы считаете, вообще, какое сейчас отношение в обществе, не на государственном уровне, к Сахарову и к Старовойтовой? Я думаю, общество задаст вопрос, а кто это такие? Вы еще академика Дмитрия Лихачева вспомните. Да. Они вам зададут вопрос, кто это? Чем они интересны? Почему мы должны их знать? Львиная доля современного российского общества понятия не имеет, кто такой академик Сахарова и кто такая была Галина Старовойтова, кто такая была Анна Политковская, может быть, еще Немцова помнят, но Старовойтова, Политковского, Сахарова вообще нет. Власть делает обществу тотальную лоботомию, уничтожая память и вкладывая в кастрированный мозг блоки штампов с идеями, которые поддерживают господствующую идеологию. Давид, у меня к вам такой вопрос. Вы, наверное, в свое время увлекались Битлз, да? И у них был такой альбом Back to USSR, right? Помните? Сколько хотело легенд и слухов, что они прилетали, играли в Шереметьево. Да. Помню. Только у меня такой вопрос. Можно ли сказать, что вот этот вот Back to USSR сейчас осуществился в России? Нет. Ни в коем случае. В России частная собственность. Главное отличие Советского Союза от Запада был в форме собственности. Собственность частная, и никто эту частную собственность в государственную не вернет. Деприватизации не будет. Слишком уж хозяева жизни дорожат нажитым непосильным трудом. Поэтому, нет, это не возврат к Советскому Союзу. Это государственный капитализм в худшем его проявлении. Давид, а как вы считаете, Владимир Путин хороший актер? И есть ли вообще в окружении Путина политики, так сказать, хорошие актеры? Обладающие талантом. Безусловно, блистательный артист Владимир Вольфович Жириновский. Когда Владимир Вольфович был помоложе, я иногда думал, что он даже лучше Жванецкого. А вообще, понимаете, система Владимира Путина, это система отсутствия личности. Система отсутствия харизмы, когда людей подбирают не по принципу яркости, харизматичности, таланта, а по принципу личной преданности. А личную преданность высказывает серость. На мой взгляд, актеров нет. Но, понимаете, если бы в 90-е годы сказали, что страной будет править отставной КГБшник, на человека посмотрели бы, мягко говоря, с удивлением, его бы приняли за сумасшедшим. Но сейчас, спустя 21 год, мне, по крайней мере, ясно, что КГБ жил, жив и, боюсь, будет жить. И что колоссальная, на мой взгляд, ошибка Бориса Ельцина была в том, что он не применил закон иллюстрации, как это сделал Вацлав Гавил в Чехии. Может быть, тогда удалось бы от многого очиститься. Но, к сожалению, сам Борис Ельцин был активным в свое время членом Компартии и применить, видимо, закон иллюстрации против себя. Но, хотя, на мой взгляд, надо было. Сейчас возврата к Советскому Союзу нет, не будет. Сейчас тоталитарное государство с государственным капитализмом. Не олигархический, как был при Ельцине, а жесткий тоталитарный капитализм. Мне Путин даже больше напоминает генерала Пиночета, который, дав экономические свободы, полные экономические свободы, абсолютно уничтожил свободу слова, независимые СМИ и прочее. Он сказал, люди, вы все молчите, а за это вы хорошо живете. Лучше сейчас живут россияне, чем в 90-е. Лучше. Лучше развитая экономика. Ну, лучше. На более хороших машинах, в более хороших квартирах. Все так. Мы заплатили за это свободой. Давид, я вот помню, когда мы жили в Советском Союзе, 9 мая это был такой день скорби. Максимум, что происходило, это шествие ветеранов. Потом они в разных, будем так говорить, местах встречались, вспоминали. И это чувствовался действительно праздник со слезами на глазах. А последнее, то, что мы видели, сообщение из России, вот этот парад военный, который был, и вот это ощущение одиночества президента Путина, который, как говорится, и даже в его речи была какая-то озлобленность такая, это чувствовалось. На Ваш взгляд, нужны ли вот эти вот военные парады в день 9 мая, или это такой анахронизм? Это оживленная дискуссия идет, которая начинается перед 9 мая во всех социальных сетях. Я считаю, что военный парад нужен по круглым датам, то есть пятилетия, десятилетия. Я считаю, что в этом параде должны принимать участие, безусловно, кадеты, курсанты, оставшиеся в живых ветераны. Но превращать парад в брецание оружия, превращать парад в перекрытие города, так, что невозможно ни пройти, ни проехать, тратить безумные деньги на парад, при том, что не все оставшиеся в живых ветераны, которых можно посчитать по пальцам уже, обеспечены отдельными квартирами, это плохо. Давид, в недавней беседе о писательнице Людмиле Улицкой с писателем Быковым она сказала, возвращаясь к тому, что вы говорили о том, что в 90-х годах невозможен был приход бывшего агента КГБ к власти, она сказала, боюсь, что КГБ полностью соответствует российскому менталитету, что вот этой структуре очень удобно на российской почве и полностью поддерживается российским обществом, и вот истории это все подсказывает. Как вот вы смотрите на это? Россия изначально привыкла повиноваться твердой руке. Оказался слабым Николай II, свергли. Оказался слабым Александр Федорович Керенский, свергли. Ленин был жесткий диктатор, Сталин еще жестче, и так в народе выработалась идеология твердой руки. Ведь не даром, когда был какой-то объявлен конкурс на самую популярную личность в России, первое место это поначалу занял Сталин. И только потом пришлось это голосование переделывать, менять и прочее. На первое место занял Сталин. В народе выработали парадигму. Парадигму о сильной руке. Только сильной руководит нам нужен Сталин, нам нужна сильная власть. Путин это как бы такое воплощение Сталина в наши дни. Давид, вы известный радиоведущий, телеведущий. Ваша программа «Синемания», если не ошибаюсь, была очень популярна. И, наверное, сейчас популярна, да? Да. Давид, можете ли вы как журналист назвать своими коллегами Владимира Соловьева, Скобееву, Попова, кто там еще есть? Киселев, Шенин. Вот эти... Смотрите, тут я бы их не стал смешивать в одну кучу. Я считаю Володю Соловьеву одним из самых высоко профессиональных журналистов в России. С поправкой на морально-этические качества. Но все-таки журналист. Журналист, безусловно. Давайте разделим профессию и человеческие качества. Вот Шенин не журналист, а Соловьев журналист. А Скобеева не журналист, а Киселев журналист. Для меня вот так. Но то, что они все дерзавцы, это совершенно очевидно. Просто если говорить о профессии, то, на мой взгляд, Соловьев лучший журналист сейчас в России. Он блистательный телеведущий, он блестяще ведет ток-шоу. Блестяще. Давид, но понимаете как? Вот вы нас озадачили. Владимир Соловьев вообще по образованию... Смотрите, чуть-чуть небольшой диссонанс. Все-таки Скобеева по образованию журналистка. Соловьев по образованию не журналист. И я по образованию не журналист. Но мы говорим, понимаете как, мы тоже по образованию не в этой сфере. Но то, что говорит Владимир Соловьев при всем его профессионализме и интеллектуальном уровне, ведь это тянет на достаточно серьезное преступление. И то, что говорит Скобеева. Я только что сказал, вы опять, вы говорите то, что говорит Соловьев. А я говорю о том, как говорит Соловьев. То, что они все говорят, это мерзость, гадость и подлость. Это то, что они говорят. А вот то, как они ведут телерадиопрограммы. Тут их надо различать на людей профессиональных и оголтелых, неумелых пропагандистов. Вот как-то так. А смотрите, Давид, вы ходили когда-то к Бабаяну на ток-шоу и, наверное, были там, ну, скажем так, лицом... Либерального. Либера, да, я бы не хотел либеральной общественности, а здравого ума, я бы так бы сказал бы. Так, согласитесь. Да, да, то, что вы говорили, это было как бы отдушина. А как вообще строятся вот эти ток-шоу? Насколько люди, они честны или они играют роль? Или они, насколько они адекватны и реалистичны? Послушайте, самое интересное в этих ток-шоу, даже не то, что происходит в экране телевизора, а то, что происходит до. Когда в гостевой комнате сидят умные, интеллектуальные, образованные люди, говорят об общих вещах, об общих проблемах. А потом входит редактор и говорит, прошу на площадку. Люди встают, говорят, ну что, пойдем поорем. Это то, что я всегда говорю своим студентам. Я преподаю тележурналистику, я всегда говорю, что в словосочетании ток-шоу главное слово шоу. Это главное слово. Поэтому, конечно, это шоу. Конечно, шоу. Давид, такой вопрос по поводу оппозиции. Если на сегодняшний день оппозиция как оппозиция, адекватно ли лидеры оппозиции оценивают ситуацию в России? Стоп. Стоп. А, простите, а лидеры оппозиции кто? Ну, допустим, я назову имя Геннадия Гудкова, к примеру. Или Юлия Яшина, например. Или Дмитрия Гудкова. Понимаете, в чем дело? Проблема российской оппозиции, проблема, которая началась еще с далеких времен. Проблема оппозиции в том, что они не могут договориться. Когда в одном окрике выставляет свою кандидатуру Владимир Рыжков и Илья Яшин, мне хочется сказать, ребят, что вы делаете? Вы зачем электорат отбираете друг у друга? Оппозиция не может договориться. Союз правых сил никогда не мог договориться с яблоком. Никогда не мог. А Единая Россия, она сплоченнее. КПРФ сплоченнее. Оппозиция раздроблена. У оппозиции нет ярких лидеров. А оппозиция не может договориться, к сожалению. И это уже многие годы. Давид, а как вы вообще относитесь, ваше отношение к Алексею Навальному? Многие называют его Христос нашего времени. Ой, нет. Знаете, я бы вообще именем Христа не очень бы бросался. То, что власть из него сделала мученика, ну, это один из идиотизмов нынешней власти. То, что такие люди, как Навальный, до зарезу нужны стране, это совершенно точно. У меня есть целый ряд претензий, претензий, вопросов к Алексею Навальну. Когда Алексей Навальный говорит, что он хочет бороться с коррупцией, я говорю, well, окей. Борись, не вопрос. Когда Алексей Навальный говорит, что он хочет во власть, у меня возникают вопросы. Экономическая программа, политическая программа, военная программа. Меня интересует вопрос людей. Если ты хочешь во власть, огласи, кого ты бы хотел, пусть несколько кандидатов, кого бы ты хотел видеть? Министром обороны, министром внутренних дел, министром образования, министром культуры, министром экономики. Я не получаю ответа на эти вопросы. А фонд борьбы с коррупцией, замечательная организация, власть поступила идиотски, что она ее разгоняет. Давид, такой вопрос. Существует ли в России на сегодняшний день национальный вопрос? Я имею в виду в большей степени антисемитизм. И вопросы, касающиеся, будем так говорить, людей, выходцев с Кавказа. Национализм на бытовом уровне в России существовал всегда, и я думаю, что не только в России. Простите, ваша замечательная страна показала нам чудный пример движения Биэлэм. И не менее, на мой взгляд, коммерзительного движения МИТУ. И как, господа демократы, во главе с Джо Байденом, выпустили джина из бутылки, открыли ящик Пандоры, дав Биэлэм, слишком много власти, поставив на колени полицию. В России сейчас, в России никогда не было расовых проблем. Россия в основном населена европеоидами, ну, немного монголоидами, но расовых проблем не было. Были национальные. И национальные проблемы отчасти остались. Связано это с обилием гастарбайтеров, с количеством преступлений, совершенных гастарбайтерами. Связано, конечно, с присутствием в России в огромном количестве выходцев с Северного Кавказа. И по честранному поведению Рамзана Ахматовича Кадырова. Это вызывает у россиян чувство отторжения, хотя многие это поддерживают и наоборот. Говорят, не нравится что-то, вот ты иди попробуй, хочешь поддерживать ЛГБТ-движение, расскажи Рамзану Ахматовичу Кадырову со всеми этими идеями. Но такого на правительственном, на образовательном уровне нет, антисемитизма нет. Это не как было в 1974 году, когда у меня не взяли документы в физтех, потому что квота евреям была уже не счет. Сейчас такого нет. Давид, такой вопрос. Это правда, что Владимир Путин очень хорошо относится к евреям? В принципе, в окружении его достаточно много людей этой национальности. Ну, подобный вопрос лучше всего задать Владимиру Путину. Хорошо, спасибо, спасибо за такой ответ. Ей, да, среди его окружения есть евреи. Это хорошо. Евреи вообще умные ребята, честно. Спасибо, мы это чувствуем. Давид, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу и через пару минут вернемся. Не отключайтесь, пожалуйста, очень интересно. Мы возвращаемся в программу Политинформания радиостанция Народная волна Чикаго. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Мы продолжаем беседу с советским российским режиссером, телерадио ведущим членом правления гильдии киноведов и кинокритиков России Давидом Шнелером. Давид, вы с нами? С вами. Спасибо, Давид. Хотел бы уже уйти от политики и перейти к светлому образу искусства, киноискусства. А вот такой вопрос. Советское и российское кино, давайте будем говорить просто кино, всегда было окрашено временем и особенно руководителем этого времени. Например, сталинское кино это было видно, да, кубанские казаки, а потом хрущевское кино, оттепель, «Дело румянцев», например, «Время Брежнева», это все лучшие фильмы Рязанова, «Перестроечное время», «Маленькая Вера», да, и «Ельциновское время», ну, например, фильм, наверное, «Особенности национальной охоты». А какой бы вы фильм назвали сегодня путинского времени и вообще какое оно время, вот как нарисовано? Как оно отражается в кино? Как оно отражается в кино? в кино? С одной стороны, время четко отражается в фильмах Бориса Хлебникова, Андрея Звягинцева, это совершенно четкий портрет общества. Фильмы «Левиафан», например, фильм «Нелюбовь», фильм «Как я провел этим летом», это портрет эпохи, фильм «Аритмия», это портрет эпохи. «Аритмия». С другой стороны, есть полярные портреты эпохи. Это фильмы «Холоп», это фильмы «Последний герой» и прочее, прочее. То есть, так называемые псевдоблокбастеры, поддерживаемые государством в основном, с идиотическим упорством, проваливающиеся в прокате. Особенно это хорошо видно на примере безумных фильмов о войне. Провалившиеся напрочь подольские курсанты, Зоя, Девятаев. Люди не хотят смотреть современное военное кино. Потому что та неправда, которая есть в этих фильмах, она, в общем, чувствуется. И люди это кино смотреть не хотят. С другой стороны, авторское кино, конечно, никогда ни в одной стране мира, включая Соединенные Штаты Америки, включая Италию, никогда не собирал большого количества зрителей. Я рассказывал Василию Павловичу Аксену, с которым я был хорошо знаком, что он как-то был в Италии и ехал с Федерико Феллини по улице. И они увидели кинотеатр, на котором висела афиша фильма Феллини. Они остановили машину, зашли в зал. В зале не было ни одного человека. Феллини сказал, мои зрители умерли. Сейчас, на мой взгляд, по всему миру происходит умирание умных зрителей. Просто умирание. ранее. И это печально. Это грустно. Потому что нельзя же всерьез считать за кинематограф продукцию Марвел или DC. Хотя в Жокер выбивается трилогия о темном рыцаре выбивается. но тем не менее это все равно комиксы. Все равно американцы делают тоже своеобразную лоботомию кинематографа. В России тоже самые большие кассовые сборы. На мой взгляд, у самых глупых фильмов. Это тенденция мировая. Мы в этой плане абсолютно идем вашим и проложенным вами путем. я в свое время прочитал замечательную статью про то, что в скором времени кинематограф умрет. В кинотеатрах останутся фильмы с бюджетом от 400 миллионов долларов, 5G в 3D, в 4D, в 5D, а кино уйдет в телевидении. Ужас в том, что авторы этой статьи были Стивен Спилберг и Джордж Лукас. Люди, которые создали это кино аттракцион. И сейчас все их самые страшные предсказания сбываются. Я был в Лос-Анджелесе и в какой-то год я обратил внимание соотношение рекламы кино и телесериалов было 8 в 2. Через два года, всего лишь через два года. Это соотношение было 2 к 8. Уже примерно то же самое начинает происходить в России. Уже реклама сериалов становится больше, чем реклама кино. Мне, как любителя кино, это грустно. Давид, кино это всегда в первую очередь актеры, звезды. Насколько мы видим, общая такая тенденция, общая мировая тенденция, это отсутствие именно хороших, интересных и очень талантливых актеров. то есть есть звезды, как таковые, но... Стоп! За что обидели Джонни Деппа? За что вы обидели Джоша Хартнета? Хорошие актеры. И в России есть отличные актеры, Евгений Стычкин. Смотрите, да, давайте я объясню свою мысль. Дело в том, что я имею именно количественное соотношение. Если вспоминать актеров американских, итальянских, о которых сейчас мало кто знает, французских, российских, то в количественном отношении это была целая плеяда мощнейших мощнейших актеров, причем не похожих друг на друга. Вот то, что я вижу, может быть я ошибаюсь, вы меня поправите. На сегодняшний день, да, есть в Голливуде талантливые актеры. И в России тоже. Да, но их можно пересчитать по пальцам. Поэтому мой вопрос заключается в чем? Это обучение или это отсутствие, ну, не знаю, таланта? Только в этом плане. Ну, во-первых, огромное количество тех французских, итальянских и американских звезд стали звездами спустя несколько лет. после их даже иногда ухода, по крайней мере, из актерской карьеры. Сейчас изменилась скорость жизни. Когда в кино массово применяется клиповый монтаж, то там не место глубоким актерам. когда кино любое и в Америке, и в России превратилось в индустрию, в промышленность, когда у режиссеров нет времени репетировать, потому что есть план, есть выработка, есть сроки, на репетиции времени не хватает, то это ведет к определенному падению уровня. Технически уровень кино возрос невероятно, но так же, как молодых американских актеров невозможно отличить одного от другого, так же и с молодыми русскими актерами та же проблема абсолютно. Так же, как американские актеры, если раньше, я помню, в Америке было определенное различие между киноактерами и сериальными актерами, это были разные профессии, разная степень популярности, то сейчас и в Америке киноактеры Кевин Спейси играют чудно в сериалах, Шон Бин играет в сериалах, и так же в России хорошие киноактеры тоже ушли в сериалы. Я помню, я был в Лос-Анджелесе и разговаривал с парнем, оба второй оператора на сериале, и он говорит, что я каждый день начинаю с молитвы, и говорю, с какой? Говорю, чтобы наш сериал продлили на третий сезон. Это гарантированный заработок. У меня нет такого, что у меня кино кончилось, я жду, когда меня пригласят на следующий фильм. Я знаю, что я снимаю свой сериал и снимаю свой сериал. Ровно то же самое происходит в России. Запускают сериал, и вот пока снимают сериал, это довольно долгое время, все при работе, все при деньгах. А кино отсняли, вышло, и дальше самое тяжелое в актерской профессии, это ждать. Ждать следующей роли, ждать следующего приглашения, ну и ждать следующих денег тоже. Давид, следуя предыдущему вопросу, Евгений Евстигнеев был таким системообразующим актером советского кино. Что я имею в виду под словом системообразующая? Актер, который как бы стоял в центре и мог играть все, от комедии до трагедии, водевиля, драмы, я знаю, мелодрамы, то есть такой, как бы, их было много, но вот именно он умел делать, как мне кажется. Он органично, скажем так, органично смотрелся во всех ролях. Кого бы, я просто вопрос в том, что кого бы вы еще назвали, как вот вы человек специалист, актеров, чтобы вспомнить того времени, кто вам тогда нравился? Проблема в том, что я учился в театральном училище имени Щукина, и моим ректором был Владимир Абрамович Этуш. Моим педагогом по художественному слову был Василий Семенович Лановой. Я видел на сцене Юрия Васильевича Яковлева, видел на сцене Шалевича, ну что вы, это... Я видел на сцене Олега Павловича Табакова, Игоря Квашу. Я же столько лет провел в театре, поэтому уж тех артистов, тех мастодонтов я, конечно, помню. Но можете назвать трех любимых, например, таких вот, кто вас поразил? Олег Даль, безусловно, Олег Даль, Владимир Высоцкий и Алиса Бруновна Фрейд и Алиса Бруновна Фрейд. Ну, может быть, вот так. Вау, как говорят по-американски. Что? Я говорю, что это великолепная тройка. Великолепная тройка, да. От нас я бы добавил еще был такой замечательный актер, которого, к сожалению, сейчас мало кто помнит. Два актера, которые нам с братом очень нравятся. это Владислав Дворжецкий и Анатолий Солоницын. Мы хотели бы, чтобы их тоже вспомнили. Давид, такой вопрос. Гениальная роль Солоницына в Андрее Рублеве, а еще был великий артист Ролан Быков. Ну, дальше можно очень можно числать. Давид, вот, если говоря о сегодняшнем времени, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Владимир Меньшов, безусловно, выдающийся, если не сказать, больше режиссеры, наверное, даже великие режиссеры своего времени. Иногда, слушая их, складывается впечатление, что они, вот, знаете, я сейчас очень популярное слово переобулись. Как вы думаете, вот, все, что они говорят, то, что они поддержат, они всегда были такими или время их сделало такими? Я думаю, что их время сделало так, безусловно. Их сделало такими время. Понимаете, когда человек, получивший Оскара, когда человек снимал фильмы, от которых умирала от восторга вся страна, и вдруг оказывается, один никому не нужен, вообще не нужен. Когда Меньшов снял последнее кино? В 2001 году, если не ошибаюсь. То есть 20 лет назад. Какой последний фильм Никиты Михалкова хорошо прошел в кинотеатре? Сибирский церюльник. Сибирский церюльник, да. Солнце первый. А вот начиная со вторых Утомленных солнцем, провал за провалом, провал за провалом. Конечно, не каждый человек может это вынести и пережить. Эльдар Александр Черезанов замечательный. Георгий Данелли снимали очень плохие фильмы после Перестройки. Плохие. Нельзя сравнить на Дерибасовской хорошая погода с Мимино. Нельзя сравнить старые клячи со служебным романам. Понимаете? Поэтому это беда старых режиссеров. Беда. Ну, что вы. Не каждый может, но и последний фильм Вуди Алина тоже не ах. Но не каждый может так, как Вуди. Вуди в Нью-Йорке на саксофоне играет. Давид, Эрнст неизвестный в свое время поставил памятник Никите Хрущеву. Самый известный памятник на Новодевичьем кладбище, куда не зарастает не то, что народная тропа, но и зарубежная тропа тоже. А я почему-то думал, что памятник, которому не зарастает народная тропа на Новодевичьем, это памятник Антону Павловичу Чехову. Я ошибаюсь? Видите, у нас разные взгляды. Я имел ввиду в большей степени интереса. Мне кажется, что к Чехову не так много ходит людей. Может быть, я ошибаюсь, вам виднее, вы людей ходит больше. Больше, да. Но вопрос у меня в том, а кто поставит памятник Владимиру Путину и как он будет выглядеть? Как вы вообще считаете? Я надеюсь, что ему будет памятник нерукотворный. И к нему народная тропа зарастет. Послушайте, Владимир Путин много сделал для страны, вот без дураков. А когда пришел Борис Николаевич Ельцин с командой молодых ребят, перед ними абсолютно была разваленная экономика. Был чудовищный Советский Союз. Во многих странах уже знали, как переходить от капитализма к социализму. Ни в одной стране мира не знали, как сделать обратный переход от социализма к капитализму. Вот эти ребята Чубайс, Гайдар, Немцов, как в фильме One Fleur Over the Cuckoo's Nest, когда герой Рэндалл Макнарф, герой Джека Николса говорит, я хотя бы попробовал. Они попробовали, многое не получилось, но они, во-первых, в 92-м году народ накормили, все-таки накормили. Ошибок было полно. Путину досталась разваливающаяся Россия. Сделал Путин много для России, сделал, это правда. Но власть нужно менять. Из власти нужно уметь уходить. Должен быть четкий механизм законный, чтобы человек не мог засиживаться во власти. Примерно такой, как и в Соединенных Штатах. Не должен человек уже 21 год руководить государством. Власть людей портит, власть людей разлагает. Поэтому мне кажется, что достаточно давно Владимир Путин должен уйти с законным, конституционным путем. Не фальсифицировать. Понимаете, ему даже не нужно фальсифицировать выборы. Выборы фальсифицируются на местных уровнях, на уровнях депутатов. Жуткие фальсификации. На уровне президента не нужно. Он получает свое большинство голосов. Он сам должен уйти. Власть нужно менять. Регулярно власть должна меняться. Давид, если вопрос у меня касается театрального искусства. За последнее время в Москве в очень прославленных знаменитых театрах сменились главные режиссеры. Благодаря, конечно, к сожалению, неплавно благодаря, к сожалению, трагическим событиям. Да-да? К сожалению, благодаря уходу из жизни. Великих режиссеров и актеров. Почему такие умные, интересные, талантливые люди, как Галина Волчек, Марк Захаров, так долго находились во власти вот этих театров, и сейчас, по-моему, в Лен-Блинкоме до сих пор нету главного режиссера, насколько я понимаю. Что их так держало? А, ну, человек из театра не может уйти. из театра вот преемника воспитал только себе Петр Наумович Фоменко, который, понимая, что он стареет, взял Евгения Каменьковича и сделал его своим. Это пошлое слово, которое придумал еще и Борис Николаевич, потом подхватил Владимир Владимирович, преемник. К сожалению, ни Галина Борисовна, ни Марк Анатольевич, ни Юрий Петрович Любимов не допускали молодых режиссеров до конкурирующих спектаклей. Но сейчас театр на Таганке во многом вылез, благодаря Ирине Апексимовой, которая стала директором театра и не лезет в постановки. Я построила принципиально иную, абсолютно отлично традиционной, уже устоявшейся репертуарной системы, долго рассказываю принципиально другое устройство театра. Но в этом театре появляются невероятно интересные постановки. Мне абсолютно не близко театральное искусство Кирилла Серебренникова. Я очень люблю его фильмы, считаю, что фильм у него прекрасный. Но в театре для меня Серебренников и Богомолов я воспитан Щукинской школой, увы. Ведь смотрите, когда ушел Михаил Санч Ульянов, все пророчили театру Вахтангова крах, распа, не осталось преемника, пришел Римас Туменас. Единственный за всю историю театра не Щукинский, не выпускник Щукинского училища. Как его труппы восприняли в штыки? Срывали репетиции, выкатировали, и тем не менее Римас удержался, удержал театр, и на сегодняшний день театр Вахтангова один из лучших театров мира, как и был он при тех великих артистах, которые там играли, когда на сцене появляются Алексей Гуськов, Евгений Князев, Юрий Шлыков, это вполне себе люди достойны того поколения вахтанговцев. Давид, у нас заканчивается передача, быстро я хотел бы вам задать два таких несколько вопросов, а вы коротко отвечаете. Хорошо? Левитан или Дали? Дали. Гершвин или Чайковский? Бетховен. Фенимор Купер или Юлиан Семенов? Фенимор Купер. Давид, еще время остается, вы так быстро ответили, что у нас буквально еще минута полторы. Вы какое-то время жили в Америке, вы здесь работали, ваше впечатление о том времени, когда вы жили в Америке и небольшое сравнение с сегодняшним временем? Я не был в Америке после того, как власти пришел Джо Байдер. Я вообще во времена, я больше всего в Америке бывал при Билли Клинтоне, вот дольше всего я жил, и потом уже бывал, когда президенты были Буш. А мне всегда я довольно симпатией относился к Клинтону и демократам, но когда появился, когда на пост президента начали претендовать Хиллари Клинтон, Барак Обама и как вершина всего Джон Байден, я понял, что я бы сейчас голосовал за Трампа и за республиканцев. Не так, за республиканцев и за Дональда Трампа, но сначала за республиканцев. И не голосовал бы за демократов. Две вещи, которые я считаю чудовищными, это БЛМ и движение Митру. Давид, огромное спасибо за это интервью, было очень интересно, мы очень рассчитываем, что мы продолжим наше сотрудничество. Интилектуальное общение. Берегите себя, здоровья вам и, как говорится, хорошего настроения, чтобы все у вас было замечательно. И до следующих встреч. Спасибо. Всего хорошего. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров Корректор А.